Всем добрейшего времени суток, с вами Светлебесты Жизни. Сори, ребят, не получается сделать видео никак, потому что все будет, все что-то делают, и, короче, каждый раз, ну, не будет, а отвлекают, звонят, пишут и все в этом духе. Сейчас 3 часа ночи, лег я сегодня в 9, ну, вчера, вернее, в 9 лег, поэтому где-то у меня никто не отключил, в этот раз погнали играть. Будем использовать одну из метовых сборок, которую все так просят, говорят, типа, давай мету, давай мету. Данная сборка способна дойти минимум до 15 и до 16 уровня. Самое главное, что она не является критозависимой, потому что данный кубик не критует, благодаря всем остальным кубикам, вы даже если там вам выпадет полная фигня, вы сможете, в принципе, и выжить. Только главное, если вам выпало слишком много вот этих кубиков, лучше не надо слишком много, скажем так, пытаться призывать дальше. То есть, если вам, допустим, в первые 3 выпало то, что нужно, то есть, имеется в виду, выпали 3 шторма, то лучше дальше ничего не делать. Сборка максимально простая, используются всего лишь 2 поля, даже, можно сказать, наверное, 3. Первое это благословленное поле, второе это пятый судовой журнал и третий это сепаратор. Фишка данной поляны в том, что она, ну она очень сильная, короче, я не знаю, как это сказать. Вот против данного куба, который, вернее, против данной сборки, против которой я сейчас играю, мы имеем мини-преимущество. Но, на самом деле, никакого преимущества не имеем, потому что именно против данной сборки я до 15 волны дохожу обычно. Вот. Самое главное, не забывать, что наша задача на первой волне это не развитие, а выживание. Поэтому тут я тупанул, слишком много кубиков призвал и сейчас могу за это поплатиться, на самом деле. Ну, повезло, повезло. Также не забываем, чтобы посчитать правильно, сколько нам нужно там, ну, можем ли мы призвать следующий куб, нам нужно то, что у нас имеется в данный момент, ну, стоимость призыва умножить на 2. Плюс 10, умножить на 2, плюс 10. Если нам хватает, то можем призвать куб. И проблем не будет. Ну, 150, плюс 150, 300, да, и плюс 10, 310. То есть призвать можем кубик. Почему так? Да потому что если вы призовете кубик лишний раз, ну, вы сами понимаете, денег у вас не останется. Фишка данного поля как раз таки в том, что вы действительно... Ой. А, нормально все. В том, что вы способны действительно развиваться. Благодаря вот этим иксовочкам. То есть по x2 вам реально намного проще будет в начале и даже в конце. То есть упор ваш будет на то, что у вас будет огромное количество спешек, и вы вообще не будете париться. Также фишка данного куба низбаем заключается в том, что когда моб... Ну, вот буквально тот самый момент, когда мобы объединяются вот здесь, да, в босса, вы можете нажать на призыв шторма. Таким образом, когда шторм появится примерно здесь, когда мобы, вернее, когда босс будет выходить, то именно в этот самый момент сам шторм, сама анимация дойдет до босса и начнет наносить урон. Также вы можете это более-менее сделать еще точным, воспользовавшись знанием о том, у кого босс выходит первым. Об этом можно узнать, ну, когда объявляется босс. То есть о том, когда, ну, объявляется, какой босс будет и так далее. О, да, минус данного поля, это вот эта фигня, конечно. Но хорошо, что его понизили. Отлично. Посмотрите, босс появляется мы. Оп, жмем. И все. Как босс только начнет лети. Ну, собственно говоря, дойдет все это дело до противника. Ну, до босса. Дойдет волна до босса. Единственный минус, ребят, заключается в том, что если вы вдруг... А, ну все, вот моя проблема. Я тупанул, призвал лишний куб. Можно сдаваться, кстати. Или дождаться, может быть, сейчас. Вот видите, вот тупанул я, конечно. Контриться это обычным выходом из игры. Не помню, говорил ли я в предыдущих роликах про эту сборку или нет. Но если вы вдруг... Вы или ваш противник ловит дисконнект. Ну, скорее все-таки, даже... Ну, да, любой из вас. То анимация... Анимация Тайфуна, она продолжит идти. Но, фактически... Ну, да, фактически она и перейдет дальше. То есть, получается, анимация продолжит идти, пройдет дальше. Вот. И из-за этого вы просто... А-а-а, тупанул! Тупанул. Ну, ладно. Урона много. Вот, анимация продолжит идти. И просто у вас потеряется данный Тайфунс. Сори, ребята, сейчас очень туплю. Я не знаю, как бы... Миллиардный раз тоже записываю, потому что и не хочется лишний раз повторяться. Это двойки, реально, спасают здесь. Но с сепаратором попроще. Если выпадает какая-то лишняя семерка, ты не паришься, ты просто берешь, убираешь эту семерку и все. Также, если у вас достаточно урона, то примерно когда 6 секунд, опять же, не забываем, что желательно стартовать отсюда, Тайфунс все успеет зачистить. Вот. Как-то так. То есть, если вы хотите зачистить всех мобов, ну, и вы их убиваете достаточно быстро, то вот 6 секунд это примерно вот это, 5 секунд примерно здесь, 4 секунды примерно тут, 3, 2, ну, и как бы и все. 54. Ну, мой рекорд был 73 точки, поэтому, понятное дело, буду пытаться дальше идти. Давайте рискнем. Все-таки здесь у нас данный раскол, ну, вернее, аномальный рост уже прапан. Пятерик. Нет, лучше вот так. Более стабильно развиваться будем. Вот даже вам постараюсь показать, вот то, что я сказал про 6 секунд, да? Как-то это надо прям подвести. А, не получится уже подвести, я слишком сильно. Ну, давай тогда вот по 4 секунды покажу. У нас стабильно вы будете чистить за 4 секунды. Хоп. Короче, не сильно заморачивайтесь, просто когда вы очень много наигрываете боев, или даже не обязательно много боев наигрываете, просто как бы шарите, да? Так сказать. Ну, вот минус одни кубик, кстати. Теперь от него толку мало. Да, когда вы много боев наигрываете, когда вы это просто замечаете, ну, как-то понимание приходит. Да, самый опасный для нас противник находится на 10-й волне. Это рыцарь, потому что мы его никак не контрим. Он просто нам сносит вообще все, что можно. Все лицо сносит нам. И да, если у противника нет потока, то мы можем не бояться. Благодаря большому количеству точек мы вот этих мобиков мелких разносим очень легко. Ну, то есть, которые быстро бегут. Вот. То есть, это фишка такой... Такая фишка сборки, что урона достаточно. Хотелось бы убрать, конечно, все тройки с поля. Ну, видите, у меня двойка есть еще одна. Смотрите, мобик бежит, мы используем и ваншотаем его, поэтому за отсутствие урона по этим мобам можно не париться, а оно присутствует. Ну, как оно? Он присутствует, урон. Так, кстати, неплохо. Если соперник надолго выйдет, то мы сами понимаем, какое преимущество для меня это будет иметь, ну, значит, он не сможет назначать, так сказать, моба, да? Вернее, не моба, а кубик, у которого будет баф на мече. Это значит, что он прямо сейчас может проиграть. Но я не говорю, что это хорошо, мы бы и до 15-й волны смогли дойти. Ну, как бы, блин, ребят, сами понимаете, что произошло, да? Противник просто, как бы, вышел из-за грани, немые проблемы. Я говорю, это рандом дайс. Тут абсолютно что угодно может произойти. Противник может выйти. Противник может выйти. Вы можете, ну, вас может просто выкинуть. Просто произойти дисконнект. Я не знаю, такое у меня бывало не раз, что меня просто выкидывает, хотя у меня есть интернет, есть все. Вот. Вам может не повезти на кубики, а может быть в самом начале вам пять семерок выпадет. Реально, такое тоже может быть. Я видео снимал однажды, мне вообще абсолютно не везло, мне не было ни одной семерки за всю игру. Мне выпадали только двойки-тройки из-за азартного роста. Вот. А потом на следующий бой мне выпало просто сразу три шестерки, и все они были, ну, прям необходимые, которые нужны были. И, кстати говоря, да, вот после того, как я сыграл вот тот бой, мне попался этот противник, который мне проиграл вот с такой же сборкой, с которой я сейчас играю. Вот после этого я понял, что сборка действительно сильна, потому что способна дойти до пятнадцатой волны. А тогда я играл за легендарную сборку, ну, на которой проиграл, которая дошла до двадцать. Ой, нет, не надо, чел. Please, bro, no. Ну, это дебильная сборка, на самом деле. Вы сами видите, тут просто какая-то солянка, какой-то фарш, не знаю. Да, не знаю, как это назвать можно. Но если мне прорастет хоть один, там, до пятерки, до шестерки, можно вообще больше не париться. Потому что мне главное, чтобы шторм сохранился, и на этом все, как бы. То есть мне плевать, я выдержу очень много волны, на самом деле, очень много я выдержу. А то противника могут быть проблемы, о, ну все, как бы, вы сами видите, что у меня проблем нет. А противника могут быть проблемы, начиная с... седьмой волны. Если он, ну, если у него не будут активны данные кубы, то у него будут проблемы. Кстати, если они прорастут сами в себя, то я только за братан. Можешь мне их спокойно уничтожать. Ты мне только лучше сделаешь. Ну, что это за бред? Уничтожь, пожалуйста, этот куб, бро. Будь добр. Жесть. Ну, не повезло, конечно. Да, не забывая, на первой волне мы не развиваемся, мы выживаем на первой волне, поэтому... не сильно куда-то и спешим. А, ну да. Ой, как я тупанул, как я тупанул. Сейчас, главное, заранее не использовать, потому что у меня мало шансов будет. А у противника появилось облачко. Окей, ему мини-дебавчик. Боже, собиратель душ. Боже, это что за хрень, чел? Что ты собрал? По нему попади лучше. Я с не косой. Готовится убийца. Ну, давай. Спасибо. Все, что надо сделать, все, что от тебя зависело, красава. Не хватает СП, блин. Чел, ты так долго душишь, что я не могу. Быстрее можешь, нет? Блин, лучше бы вы выдали какого-нибудь босса в духе... Ну, а-ля... рандом босс, например. Эээ, рандом этот... рандом рыцарь. Я бы, наверное, даже согласился сейчас на Лайна, потому что... Ну, он бы дебафнул два данных куба, скорее всего, и был бы для меня хороший плюс. Ну, противника слабенькая сборка. Я говорю, салян, ну, просто вот... Сборная всего, чего только можно. А вот тут я тупанул. И опять чуть не просел до нуля по СП-шкам. Не успел, блин. Надо было чуть-чуть позже. Я хотел дождаться второго босса. Теперь у меня СП-шек нет. Вот в этом проблема. О, хорошо. Хорошо. Мамо, отлично, мне казалось. Можно еще одного убить, пожар? Мне очень надо. Спасибо. Отлично. Боже, шестерка, пятерка, пятерка, шестерка. Что происходит? Какая веселуха. Шестерка. Ну, давайте вот так сделаем. Отлично. Почему я делаю так? Да потому что шестерки не объединяются. Все, что выше четверка, ну, должно объединяться. Потому что зачастую вам... Ну, с... Чисто по процентам, если посчитать. Блин, опять я хрень сделал. Ну, это все. Это уже не кондрится. Мы сейчас этот кубик пропускаем. Все, ссория, я заговорился. Баг. Офигенный баг. Офигенный баг. Я такое тоже люблю. Да, данный кубик багует. До сих пор эту фигню не исправили. Есть анимационный баг, когда... Ваш... Шторм... Проходит всю локацию. Фактически проходит всю локацию. Но при этом анимация шторма остается. Здесь же, вы сами видели, я использовал шторм. И... Он просто исчез. Он, ну, как бы... Урон не проходит. Анимация есть. Урон не проходит. Прошло больше, чем полгода с последнего раза, когда я играл... За шторм. И вот такая фигня до сих пор осталась. Жесть. Ну, за это я ненавижу шторм. Вот с этой дебильной боговщиной. Давайте еще разок. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам... А можно мне найти сперника нет? Не, ну три ночи, я понимаю, мало кто играет. Но все же. Так, ладно, подождем. Перешли мы на USA сервер скорее. Теперь будет чуть-чуть попроще. Ну, попроще в плане, возможно, багов. Не уверен, конечно. Но, типа... Может быть. Ну, сборка противника, думаю, сами понимаете, продержится максимум волны 8. Если у него хорошие каченные криты и сам кубик, то может быть 9. Но максимум, до которого я видел, что я нигде не добирался, это 10-я волна. Ах, не успел. Так, все, давайте не будем спешить никуда. А то сейчас у меня будут проблемки по СП-шкам. Были бы четверки, я бы объединил. Тройки не объединяются, четверки объединяются. Блин, это сложная фигня на самом деле, но как бы... Это мое субъективное мнение, вы можете даже шестерки не объединять. Но, как по-моему, логично было бы объединить, потому что... Большая вероятность получить какую-то хорошую тему. Блин, не дождался, не дождался. Чуть-чуть подождем для того, чтобы развелись кубы. Не будем сразу призывать данный шторм. Шторм. Рандом рыцарь. Если мне не понравится куды... Куды. Куды. Вот именно, что куды. Не понравятся кубы, можно заменить. Вот почему я говорю это. Ну, блин, это... Нет, я не хочу. Не хочу, не хочу. Дождемся. Дождемся. Семерка, если есть, ну, зачем мне менять ее? Рандом рыцарь все сделает. Надеюсь, что как надо. Ну, просто у меня нету развития. У меня мало даже четверок, понимаете? Если они превратятся в рост, или даже в аномальный рост, для меня это выгоднее будет. То есть, короче, у нас маленькая волна, я имею в виду это. И имеет смысл призывать кубы, поэтому... Так, у противника до сих пор не собрана поляна. И у него уже ничего не соберется, видимо. А у меня семерочка. Ну, вот, собственно, на что я рассчитывал. Слишком много четверок. Единички тоже есть. Двойка. Ну, ладно, хорошо, давай так и сделаем. Пустим все на рандом. И на везение. Пусть будет. Ну, я сказал, что противник максимум дойдет до десятой волны, да? Да, даже до десятого не дойдет. В лучшем случае, да? Блин, тупанул, не успел. Ладно. Это худший вариант, который мог выпасть. Ай, блин. Какая боль. Я не знаю, что делать. Я спеший сыграл, как бы, с сильным противником. Я бы психанул, наверное, из-за этого куба. Но против меня... На последней секундочке чел-красавчик смог просто. Молодец. Но есть вопрос, и сложен он. Куда девать тестостерон? Ой, блин. Ладно, давайте копировать. Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, ну, что-то как-то вяло. Я надеюсь, на какие-то росты, выпадения, вот. Ну, четверка, видень, это уже вообще дичь. Давайте лучше единички хоть. Да, с каким-то риском все это делаем, но... Это получше, чем вообще ничего не делать. Лучше дождусь более адекватного роста. Так, и, может быть, даже здесь сделаю выбор в пользу этого. Нет? Нет. Там просто мог быть обычный рост. Рискуем, да, на свой страх риск. Ну, семерки у нас имеются, поэтому можем рискнуть. Плюс у нас есть лайн. Вот в этот раз мы им можем даже позволить, скорее всего, убрать кубики. Ну, как убрать, понизить их? Вот из-за этой фигни. Да, вы издеваетесь. Шестерки, семерки, сколько можно? Обединим две тройки, скорее всего. Для того, чтобы нам лайн понизил на один кубик меньше. Жаль, что единички нет. Я прям единичку бы отдал. Так, перед стройки убирать. Ну что, давай, понижай. Не повезло. Ну и у нас есть еще один лайн. И может в этот раз мне повезет. Ну, он-то прорастет, вопрос во что. Семерка у нас еще до сих пор имеется. Хорошо, хорошо. А, слушайте, одна нормальная. Это две проблемы, а вот одна еще нормальная. Давайте такая оставим, пожалуй. Да, давайте оставлять. Все, меня все устраивает. Тут уже можно и понаглеть. Не хочется трогать вот этот куб. И превращаться в него тоже не сильно хочется. Не, ну слушайте, я так не могу. Вы как хотите, я лучше... Зачем я призывал куб? Объединил ведь для этого как раз. Пускай он опять их... Понизит. Ну, опять не полностью, конечно, но... Враг думает, ну, вернее, соперник мой думает... Наконец-то. Соперник мой думает, что мы случайно попадаемся, да? Но мы специально пытаемся уменьшить количество вот этих бесполезных семерок. Вот поэтому я говорю, что поле, сепаратор в этом плане получше. Намного получше. Опять для себя... К чёрту, просто к чёрту. На сепареатаре вы без проблем добьётесь 70 точек. Минимум. Без проблем. Ну, естественно, используя, конечно же, голову и тактику. Здесь, как мы видим, нас вообще просто постоянно какая-то фигня происходит. Делай ты что хочешь. Ну, можешь, тупо не вывести. Ну, есть вопрос сложен он. Куда девай ты с тестостерон? Да, круто. Ну, мне нечего делать здесь. Всё, я в тупике. Ты же, зараза такая. Ну, и... А что здесь комментировать можно? Противник проиграет. Ну... Вот уже у него первая проблема. Не хватает урона. А у меня их вот в адекватности. Ну, вот в этих двух полях. Двоечки обидеть не можем, потому что у нас... Их нет. Тройки, пятёрки. Ну, блин, 50 это даже не 60. Ну, блин, ну... С такой сборкой минимум 60 должно быть хотя бы, понимаете? У меня этого нету. Повезло. Хоть какое-то везение за всё время. Но противник больше сейчас ничего не сделает. Сдавайся, чел. Ну, у него просто ничего не будет. Всё-таки, мне кажется, 6,10 куда бьём. Ну, надеюсь, что мне не кажется. Потому что сейчас может Джокер вырасти. Собственно, как по заказу. Ровно 60. Но зато... Противник всё дошёл до десятой волны. Третья семёнка. Просто бесполезный хлам. Не-не-не, не думайте. Ребят, это просто один бой. У вас может быть реально по-другому. Вам может выпадать Джокер и седьмые. Я не шучу. И будет у вас там какие-нибудь... 74 получается, да? Не, 71. 71 точка. А, не, подожди. Это сколько получается? А, 3 на 7. Ну, 21, всё правильно. А, 61 точка получается, что ли? Всё, противнику дебаф. Не дебафнула! Он до 11 дожил! Офигеть! Вот это сила воли у челика. Вот это сборочка у него, конечно, хорошая. Ну, не, просто на его точки не смотрел. Вижу шестёрки, семёрки. Вау! Чел красавчик, конечно. Не поспоришь. Я могу бы тоже как-то получше отыграть. Ну и босс лояльнейший, на самом деле. Но от мобов он уже не вывозит. Сдавайся, чел. Ну, типа, зачем ты тянешь? Зачем ты тянешь? Это слив для тебя. Ну, чел, ну не вывезешь-то. Ну, успокойся. Он прямо сейчас, кстати, мог умереть уже. Сдавайся. Мне показалось, или он объединил кубы? Серьёзно, этот дурачок объединил кубы? Ну, всё, как бы. Победа. А, ладно. Давайте на этом закончим. Сборка неплохая. А, не, подожди. Я вообще снимал, а нет? Да, снимал. Хотя, блин, может ещё один бой. Короче, давайте ещё один бой. Только сыграем мы в этот раз на сепараторе. Минус сепаратора в том, что вы не сможете бесконечно нажимать в лейте кнопку призыва шторма. Но зато у вас будет взамен этого большое количество точек. Так, достаточно много кубиков у нас шторма. Поэтому пока так и оставим. Хотя, раз появился такой куб, то можно побольше призвать. Ну, тут мы хотя бы не волнуемся за то, что у нас там какая-нибудь фигня вылезет седьмая, да? Тут у нас с этим всё спокойно. Вот. Вот по типу такой фигни. Поэтому ни в коем случае не объединяйтесь. Я не буду пока ничего не менять. Он может ещё упасть вниз. Или не может. Ну ладно, окей, без проблем. Просто сейчас я его не убираю, потому что... Что? У него рандом рыцарь? Так давайте оставим ему, пусть заменит. Пусть заменит мне на этот... На тот куб, что надо. Тупанули, конечно, что прям сейчас использовал. Мог и... Вообще по полной облажаться. Чё, замени мне, пожалуйста, вот эту штучку. Позязя. Будь добр. Не хватает десяти, конечно. Это вообще пипец. Это ранняя стадия игры. У меня пока всё окей. Но... У нас вторая волна, и нам теперь даются по 20 спешек. Ещё дай рост. Ещё дай рост. Спасибо, черек. Спасибо. Ты самый лучший, красава. Молодец. Спасибо. Просто ценю от души. Душе. Ну, блин. Тройку девать некуда. Эй, она не успела прорасти. Чел, зачем? Гадость сделала. Вот эту заменишь ты когда-нибудь, нет? Спаси... Нет. За что? Хотел сказать спасибо. Но нет. Обломись, никого тебе спасибо. Ох, шестёрочка. Это если стронг, это если стронг, это если стронг. Ой, ой, как я сейчас тупанул! Еле набил 300, еле-еле. Всё, ждём, когда он призовёт моба, чтобы мы, ну, гарантированно заработали деньги. Нифига. Блин, какая лажа. Короче, сейчас очень жёстко тупанул. Придётся делать вот так, для того, чтобы хоть чуть-чуть как-то получить какой-то урон жертвам точки. Хотя бы одного убей. Хотя бы одного. Этот уже пройдёт, ещё один пройдёт, и мы сможем частично вернуть себе всё, что у нас было до этого. Ну, двоих пропускаем, да, и всё. Остальным... Не хватило. Извините. Извините. Короче, пронаглел. Ладно, тут я пронаглел с этими призывами. Надо было всё-таки побольше штормов использовать. Я привык, что на второй волне я уже чуть-чуть могу развиться, но, видимо, я переборщил со своим чуть-чуть. Извините. Давайте ещё разок. Последний бой. Ну, противник иньян не очень приятный. Ну, действительно, я мог нормально сыграть лучше, чем сыграл. Ну, и заметьте, что тоже на пятнадцатых уровнях уже, уже, то есть, благодаря добавлению кучу разных кубов. Но это слабый противник. Это очень слабый. Ну, сами понимаете, это десятая волна, поэтому... Значит что, давайте на этом закончим. Десятая волна слишком скучно. Не хочу так играть. Я хочу, не знаю, там, демонический меч какой-нибудь. Шторм, звёзды с потоком, как контрпик. Короче, на этом всё. Спасибо за просмотр, всем пока.